Суть в том, что я еще летом отснимал всякие ролики по поводу грипс, педалей, держателей и тому подобного. Но это не точно. Всем привет, с вами все тот же Китай. Так как видео, которое я записывал летом с установкой и распаковкой этих педалей не дожило до нашего времени, ну и плюс ко всему, так как уже конец ноября, и кататься я уже на велосипеде не буду, поэтому я решил их снять с велосипеда, снять об этом ролик, посмотреть, что внутри на самом деле ли то, что говорит продавец, ну и рассказать вообще, что представляют эти педали и мой опыт эксплуатации в течение полугода. Педали эти покупал еще летом, стоили они где-то 15 евро, на данный момент они стоят уже 17. Каждая педаль весит 175 грамм, у этого продавца есть два вида окраски, красный и черный. И внутри, как говорит продавец, находятся три промподшипника, мы это проверим позже. Установка педали производится либо ключом на 15, либо шестигранником на 8. Сами педали очень широкие, при моем 46 размере ноги, нога сидит очень удобно на них. Изначально у меня были мысли, что они могут сломаться, но при моих нагрузках, сколько я проездил, они шикарно себя показали. С шипами вообще отдельная история, с одной стороны нога не соскальзывает, когда ты едешь, но с другой, когда ты хочешь подъехать к какому-то месту, остановиться. В первое время, когда я подъезжал к какому-то месту, хотел остановиться, пытался убрать ногу с педали, и у меня это очень плохо получалось, потому что шипы цепляли за ногу. Но потом я привык, и теперь мне это кажется плюсом. Если что, эти шипы можно выкрутить. На самих педалях за полгода краска чуть-чуть подтерлась, совсем незначительно. Ну и плюс ко всему, пока я поднимал велосипед до пятого этажа, я зацепил, наверное, все уже углы этими педалями. Поэтому в этих местах краска не только слезла, но еще покоцался чуть-чуть алюминий. В своей основе педали показали себя очень хорошо. И с тем учетом, что я не занимаюсь профессиональным велоспортом, а езжу просто так. И поэтому за такую цену это идеальный выбор. У нас в магазинах цены просто бешеные на них. Доходят до 30-40 евро, ну за полную ерунду. И вообще, это производитель, и магазин продавца меня очень заинтересовали, потому что там есть очень много вещей, которые я хочу купить до весны. Поэтому, если тебе интересно, не забудь подписаться на канал, если не подписан. Все ссылочки будут в описании. Ну а сейчас я ее раскручу и посмотрю, есть ли на самом деле там промподшипники. Раскручивать педали я буду комплектом с прошлого ролика. Снимаем защитную шайбу. Далее ключом на 8 откручиваем гайку. Да, продавец не обманул, здесь 3 промподшипника, и смазка здесь достаточно на пару лет использования. Складывается педаль в той же последовательности. Субтитры сделал DimaTorzok Ну вот на сегодня и все. Педальки действительно качественные. Кому понравился ролик, ставим лайки. И не забываем подписаться на канал. Еще у меня есть группа ВКонтакте, канал в Телеграме, где я в свободное время скидываю ссылочки на полезные и хорошие товары. Ну а на этом у меня сегодня все. Всем до скорого. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok